Актуальные проблемы в сфере юриспруденции обсудили участники второго съезда юристов республики. Сегодня в Якутске в Государственном театре оперы и балета прошло пленарное заседание съезда. А накануне юристы работали по восьми дискуссионным площадкам. О главных аспектах съезда юристов в материале Александра Охлопковой. Второй съезд собрал более 500 делегатов. Мероприятие стало дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов не только сферы юриспруденции, но и общества в целом. Ведь юристы играют важную роль в укреплении правовых устоев государства, защите законных прав и интересов граждан. Мы должны сегодня обеспечивать свой статус с точки зрения антикоррупционного поведения. Чем это обусловлено? То есть те инновации, которые есть, они безусловно связаны с традициями. И наиболее интересным была дискуссия об использовании слов на якутском языке, в русских текстах, юридических документах. И она вызвала такой достаточно живой отклик. С 2012 года в республике заработали федеральные и республиканские законы о бесплатной юридической помощи. За это время охвачено 22 района Якутии. Определены категории, которым должна оказываться бесплатная юрпомощь. Вчера об этом поговорили в одном из восьми дискуссионных площадок. Участники дискуссионных площадок получили возможность высказать свои идеи, предложения, соображения, поскольку мы все-таки ожидаем, что в период восстановления, развития гражданского общества в республике Сахай-Бутия, все-таки юристы были бы более активны и вносили свои различные позитивные идеи и предложения. Помимо этого, юридическая общественность предлагает начать работу по разработке новой концепции развития юридического образования республики. В 2014 году, выступая в трибуны съезда юристов России, я говорил о необходимости широкого конституционного просвещения граждан Российской Федерации. И говорил о необходимости того, чтобы основы российского законодательства у нас в обязательном порядке преподавались бы в школах. Юриспруденция – постоянно меняющаяся сложная деятельность. Например, только за последние три месяца в уголовный кодекс внесено 74 изменений. Поэтому, по словам делегатов, каждый юрист должен работать, опережая время. Самое главное не то, что мы должны делать, а самое главное то, что народ должен быть юридически грамотен. Республике необходимо строить высокий уровень правовой культуры, что сможет быть достигнуто благодаря обмену мнениями с коллегами. Нужно объединить усилия. Таковы главные аспекты сегодняшнего второго съезда юристов. Александра Хопкова, Владимир Павлов, МБК Саха, Якутск.